Герой России, пилот гражданской авиации Дамир Юсупов побывал со своей семьей в Карачаево-Черкесии. Напомним, в прошлом году самолет уральских авиалиний, направляющийся в Симферополь утром 15 августа, совершил аварийную посадку под Москвой после вылет из аэропорта Жуковский. Лайнер, на борту которого находились 234 человека, на взлете столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, один из них загорелся, второй потерял тягу. Пилот Дамир Юсупов посадил тогда самолет в кукурузном поле. Отдыхая в нашей республике, он впервые увидел всю красоту природы Карачаева-Черкесии и познакомился с ее культурой. Подробности у Аслана Гирюгова. 15 августа 2019 года самолет Airbus 321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский в Москве вскоре после вылета в Симферополь. Причиной этого стало многочисленное попадание птиц в двигатели. Посадив самолет в кукурузном поле, летчик Дамир Юсупов спас сотни жизней. Для них 15 августа стал вторым днем рождения. Подвиг Дамира Косымовича отмечен самой высокой наградой государства – звание Героя Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии теперь уже известный на всю страну летчик впервые. Некоторое время назад он познакомился с рекордсменом Маратом Узденовым и с удовольствием принял его приглашение приехать в гости. За то небольшое время, которое Дамир Юсупов побывал в наших краях, ему постарались показать как можно больше красивых мест. Мы с ним познакомились еще в прошлом году после его героического поступка, когда он спас больше 230 пассажиров. Я его пригласил сюда, в нашу республику, хотел показать наши края, наше гостеприимство. И вот вчера по воле Всевышнего он смог приехать со своей семьей. И, к сожалению, только на сутки, поэтому мы не смогли все показать, то, что у нас есть. Показали только Дамбай ему. Дальше еще под ней будем общаться. Подарки ему сделали, там подарили от нашего народа карачаевского жеребца. Много чего подарили, карачаевский нож подарили, чтобы запомнилось, да, что он был именно на Кавказе, в Карачаевской окейсии. И чтобы он уехал отсюда с хорошими подарками. То есть не я один, а наш народ это все сделал. Герой делится впечатлениями от увиденного, а также делится с нами, как совершенный им подвиг повлиял на его жизнь. Что бы вы могли рассказать о том, как вы себя чувствуете до и после этого подвига, который вы совершили? Ну, до этого подвига я намного спокойнее себя чувствовал сейчас, потому что... Ну, все равно фигура узнаваемая, повышенное внимание. И как-то все-таки спокойствие, оно приятнее для души, намного спокойнее. Очень хорошо, что появились много друзей, много знакомых. Люди поддерживают. Вы здесь первый раз вообще? Да, здесь первый. Какие ваши впечатления? Ну, все, все очень нравится. Не ожидал, что здесь так красиво. Вот именно в горах, вот первый раз нахожусь, чтобы подниматься на такие высоты, что такое сочетание или и горных вершин, и зелени, и скотина пасется, так все. И горные реки текут, так все очень естественно, очень так красиво все. Я нахожусь здесь недалеко на отдыхе с семьей, и по приглашению моего знакомого пригласил нас посетить Карачаево-Черкесию, посмотреть красивые горы Домбай. Вот, недавно мы вернулись, поднимались на высоту 2400 метров, взяли на прокат квадроциклы и поехали всей нашей дружной компанией в горы. Как отметили друзья Дамира, это начало большой крепкой дружбы. В будущем они планируют встречаться намного чаще и показать все красоты нашей природы и культуры. Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия.